С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Распоряжением главы региона Александра Цибульского 20 декабря в Ненецком округе объявлен днём траура в связи с авиакатастрофой в аэропорту Наринмара. Она унесла жизни троих человек. На всей территории Ненецкого автономного округа приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, теле- и радиопередачи. Глава региона Александр Цибульский выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолёта. Эта катастрофа потрясла округ, отозвалась болью в сердце каждого из нас. Когда прерывается человеческая жизнь, это всегда трагедия для близких, невосполнимая потеря. Самое горькое, что в числе погибших ребёнок. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Не существует слов, способных избавить от боли. Не придумано средств, чтобы повернуть время вспять. Нет и не будет людей, способных заменить ваших родных. К сожалению, здесь не помогут слова утешения, и лишь время сможет вылечить сердечные раны. Душевных сил, стойкости и мужества вам в этот трудный час. Весь Ненецкий автономный округ и все ваши земляки скорбят вместе с вами. Кроме того, глава региона пожелал скорейшего и полного восстановления тем, кто выжил в авиакатастрофе. Сегодня в полдень в Богоявленском соборе в Наринмаре прошла заупокойная служба. Служители храма и прихожане почтили память погибших в авиакатастрофе и помолились за здоровье выживших. Недавно был как раз в весе Харуте, куда исследовал маршрут Наринмар Харута вчерашний. И очень знаю хорошо этих людей, люди светлые, добрые, тянущиеся к Богу. И мы сегодня будем молиться о упокоении тех погибших, и младенца, и беременной женщины, и Игоря, которые без времени отшедших с Коропес не раскончались. По благословению епископа Наринмарской Мизинской епархии Иакова священники посетили окружную больницу, где провели молебны о здравии выживших. Я выражаю всем сочувствие, желаю помощи Божией и держаться, в первую очередь молиться об усопших и о выживших в этой страшной, можно сказать, и нелепой трагедии. С самого утра в аэропорт Наринмара люди привозят цветы. К месту трагедии приходят родственники, знакомые, пассажиры, работники аэропорта и все неравнодушные люди. В память о погибших в авиакатастрофе. Они зажигают свечи, приносят красные гвоздики и мягкие игрушки. На имя главы региона продолжают поступать телеграммы со словами поддержки и скорби в адрес семей погибших и пожеланиями скорейшего восстановления тем, кто пострадал при крушении самолета. Телеграммы с соболезнованиями направили глава Республики Коми Сергей Гапликов, губернатор Ростовской области Виталий Голубев, глава Мурманской области Марина Ковтун, председатель Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин, министр транспорта России Максим Соколов, депутаты Государственной думы и руководители нефтяных компаний. В столицу Поморья из Наринмара отправлены уже семь пострадавших в авиакатастрофе. Троих транспортировали накануне во вторник, еще четверо самолетами санитарной авиации. Были отправлены в Архангельскую областную клиническую больницу и детскую областную больницу сегодня. После того, как госпитализируем четырех пациентов, остаются еще три пациента, которые вчера сделали операцию. В состоянии их будем ждать стабилизации, но и будем решать вопросы, куда их дальше госпитализировать. Либо в областную клиническую больницу города Архангельска, либо же в федеральные клиники города Москвы. Сейчас этот вопрос будет решаться. Отметим, речь идет о сотруднике полиции, главе Хасидахарского сельсовета и одном из членов экипажа. Что касается троих пациентов, отправленных в Архангельскую областную клиническую больницу вчера, то их состояние специалисты оценивают как стабильно тяжелое. Об этом нашим коллегам рассказал главврач областной клинической больницы Игорь Петчин. Где было проведено дообследование, в рамках наших возможностей были выявлены дополнительные повреждения у пациентов. Одному пациенту было проведено две операции, и они все госпитализированы. Двое пациентов госпитализированы в реанимационное отделение, один в отделении травматологии. Пациенты на сегодняшний момент находятся в стабильно тяжелом состоянии. Еще мы понимаем, что имеется психоэмоциональная травма, с ними занимается бригада психологов. По сообщению Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения, 21 декабря в Харуту отправится спецрейс с грузом 200. Из Наринмара на борт возьмут родственников погибшей в авиакатастрофе женщины. Прощание с ней пройдет в городском морге в четверг с 9 до 10 утра. Этим же рейсом в Наринмар из Харуты планируется доставить родственников, пострадавшие в авиакатастрофе главы Хасидахарского сельсовета и родных погибшего ребенка. Межгосударственный авиационный комитет приступил к расследованию авиакатастрофы. Сегодня в Наринмар прибыли представители организации, которые приняли участие в первом заседании комиссии МАК. Ее возглавил заслуженный военный летчик России Виктор Ешков. В состав комиссии также вошли представители Межрегионального территориального управления Росавиации. На первом заседании членам комиссии предстоит составить план работы, распределить полномочия по направлениям и определить руководителей под комиссией. На первоначальном этапе сейчас будет изучаться, почему воздушное судно находится на месте падения. Все ездят, все видят, в принципе, это все. Во зрении оно ограждено, оно охраняется, оно освещается. И до тех пор, пока комиссия не отработает, то есть там будет рассматриваться каждый обломочек, причина его разрушения и так далее. С чем это связано, то есть либо это по разрушению силовых элементов, либо это в результате столкновения с землей. Вот эти все аспекты, они будут анализироваться, и по результатам, я еще раз говорю, будет выяснена причина. Поскольку на борту самолета не предусмотрен черный ящик, в расследовании будут использоваться радиозаписи и видеоматериалы. Комиссия будет рассматривать все версии – погодные условия, техническое состояние воздушного судна, подготовка пилотов и другие факторы. Срок расследования происшествия составит 30 дней. Однако, по словам Валерия Стопчука, может затянуться до полугода из-за смежных расследований других ведомств. Потерпевший крушение самолет ТВС-2МС был приобретен Наринмарским объединенным авиаотрядом в Лизинг в 2015 году. Первый полет на воздушном судне был совершен в сентябре 2016 года. После этого его использовали для полетов на близких и дальних расстояниях. Смотрите далее в нашем выпуске. Теплая погода вносит коррективу в планы дорожников и жителей округа. Открытие зимней дороги затягивается до конца декабря. Подвели итоги летних работ. В администрации Ненецкого округа обсудили благоустройство Наринмара и поселка Искателей. Ненецкий округ станет привлекательней для туристов. Глава региона Александр Цибульский подписал постановление о развитии в округе туристско-рекреационного кластера. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Туристско-рекреационный кластер будет представлять собой сосредоточение и взаимодействие предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и реализацией туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. Реализация стратегии будет осуществляться в два этапа. На первом подготовительном планируется создание в Наринмаре в 2018 году туристско-информационного центра, который займется разработкой комплексного развития туристской отрасли в округе и привлечением инвесторов. На втором этапе, рассчитанном на 2019-2022 годы, будет проводиться работа по увеличению числа участников кластера, работа с инвесторами, включение округа в федеральную целевую программу, развитие внутреннего и въездного туризма в России, создание инфраструктуры, строительство объектов, запуск турмашрутов. Развитие туризма в округе сдерживается такими факторами, как труднодоступность объектов туристского показа, недостаточный уровень развития индустрии развлечений, высокая себестоимость услуг, низкое качество туристского сервиса, недостаточная известность округа на туристском рынке. Создание кластера поспособствует привлечению федеральных денег на развитие туризма в округе, а также созданию рабочих мест. Координатором стратегии развития кластера назначен Департамент финансов и экономики Ненецкого округа. Благоустройство Наринмара и поселка Искатели обсудили в администрации Ненецкого округа. По предварительным итогам реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды в уходящем году удалось сделать практически все и даже немного больше. 59 заявок от жильцов 81 многоквартирного дома поступило в мэрию на участие в проекте формирования комфортной городской среды, что составляет 24% от всего жилого фонда города. По мнению главы Наринмара Олега Белака, активность у горожан очень хорошая. В апреле этого года экспертная комиссия определила первоочередные объекты благоустройства. Это 60 лет октября, 48 Б, Г, строительная 10А, а также 60 лет октября, 6, 8, 10, кроме того, Учейского 22, Ненецкая 2, 4, Рыбников 3А, 6А, 6Б, Титова 3, 4. Благодаря экономии бюджетных средств удалось установить светильники около домов по адресу 60 лет октября 6, 8 и 10. В поселке Искатели план по проекту также выполнили. Удалось благоустроить три дворовые территории. По словам главы муниципалитета Григория Коваленко, проект пока не нашел большого отклика среди населения. Было подано всего шесть заявок на участие, но это пока, уверен Григорий Борисович. Немного заявок поступило, шесть может быть, потому что и люди несколько инертные, но сначала они мало верят в это, но поступили. Мы отобрали, соответственно, просчитали, какие объекты у нас. Просчитали, у нас было три объекта. Общественная территория – это на факеле перевод газовиков, и две тоже территории, они тоже там, общественная территория, одна детская площадка. Надо отметить, что проект реализуется совместно с жителями муниципальных образований, управляющими компаниями и представителями общественных организаций. Они не только вносят свои коррективы и предложения по благоустройству микрорайонов, но по факту должны следить за сохранностью готовых объектов, сами вносить посильный вклад в создание уюта в своих дворах, считает заместитель губернатора Алексей Еремеев. Чтобы они несли тоже ответственность свою нравственную за то имущество, которое им установлено для их же детей, для пользования самих жителей в дворовых территориях. В планах продолжить реализацию приоритетного проекта формирования комфортной городской среды на территории округа. В следующем году в нее включат еще два муниципалитета посела Красное и село Несь. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север». 2018 год объявлен МЧС России годом культуры безопасности. Об этом рассказал Владимир Антонов на совещании по подведению итогов работы системы спасательных служб региона. Обучение подрастающего поколения и взрослых людей навыкам безопасного образа жизни станет приоритетным направлением в работе спасателей. В рамках года культуры безопасности планируется проведение ряда мероприятий с работниками предприятий, органов власти и населением. Подводя итоги года, первый заместитель начальника федерального ведомства отметил, в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество пожаров и погибших в них. Вместе с тем почти вдвое уменьшилось количество происшествий на воде и экстренных выездов на зимник. В текущем году пожарно-спасательным подразделением было спасено более 350 человек. Считает важнейшим результатом нашей работы, отражающим рост профессионального мастерства личного состава и готовности подразделения. Положительным можно считать и итог пожара опасного периода, в течение которого совместными усилиями недопущены серьезные происшествия. По словам Владимира Антонова, положительных показателей удалось достичь благодаря сплоченному взаимодействию органов власти всех уровней, спасательных, правоохранительных и медицинских организаций. Зимник на Рейнмарусинск планируется открыть для движения транспорта на следующей неделе. По информации централизованного стройзаказчика, теплая погода вносит коррективы в сроки открытия главной зимней дороги. На сегодняшний день ориентировочная дата сдачи зимника в эксплуатацию – 28 декабря. При этом в казенном учреждении отметили – несмотря на отсутствие морозов, обе субподрядные организации продолжают работы в тундре. В конце этой недели состоится контрольный выезд на зимнюю дорогу с участием представителей подрядчика, заказчика, а также профильного департамента. Комиссия по приемке работ назначена на следующую неделю. Дорожники при этом обращают внимание жителей округа, собирающихся выехать из Наринмара на новогодние праздники, на то, что зимник на территории Республики Коми может открыться только после Нового года. В профильном республиканском министерстве, в свою очередь, сообщили – точные сроки открытия ледовой переправы через Печору в районе села Уса пока неизвестны. В эти дни ледостав установился не по всей водной поверхности и есть открытые участки. Поэтому открытие ледовой переправы, являющейся частью зимника, в ближайшие дни не произойдет. Протяженность зимника в этом сезоне составится 70,9 километра. На временной дороге, как и в прошлом году, будет организовано три дорожно-ремонтных пункта. В них водители, попавшие в чрезвычайную ситуацию, смогут отдохнуть и дождаться помощи. Напомню, трехлетний контракт на строительство и содержание зимника заключен с Наринмар-Доримстроем. В этом году на строительство временной автодороги из региональной казны направлено 13 миллионов рублей. Еще 80 миллионов рублей округ выделит на его содержание. Такова информационная картина дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...